Ребят, говоря о последствиях, говоря о дисциплине, я не могу пройти мимо темы шлепков и физических наказаний. Мы в самом начале тренинга говорили о том, что очень важно, чтобы хотя бы на время тренинга мы от этого отказались, потому что если мы будем продолжать физических детей наказывать, у нас не будет мотивации искать какие-то другие инструменты. Я знаю, что многие из вас все равно продолжают это делать. Поэтому сегодня я хочу вам еще раз объяснить, почему шлепки – это плохие последствия. Я хочу вас отговорить от использования шлепков, и у меня есть причины. Давайте подумаем о том, чему учат шлепки наших детей. Самое первое – я плохой, и когда я веду себя плохо, я должен получить возмездие, то есть должно произойти что-то, что причинит мне боль, и тогда вроде я как бы хорошим стану или вроде как бы вина с меня снимется. Вспомните себя, когда вас наказывали у детства физически, вы что-то какой-то проступок совершили, вас налупили, да, это неприятно, да, это больно, но вы испытываете облегчение. И очень многие родители, которые применяют физические наказания, они говорят, вот, ребенок испытывает облегчение, он понял, что он вроде как отработал то, что он плохо сделал. Но на самом деле такого в жизни не бывает, это не последствия. Ты испытал облегчение и все хорошо, нет, ты должен чему-то научиться, должен вынести урок, ты должен внутри измениться. Просто вы пошлепали по попе, ребенок получил от этого облегчение, он ничему не научился, это не дисциплина. Следующий урок шлепков – это то, что если тебе сделали плохо, ты должен кому-то сделать, чтобы ему было плохо. То есть как бы странная модель, которую вот я не хочу этому учить моих детей. Следующий важный момент – это то, что шлепки учат тому, что родитель, как бы главная фигура привязанности в жизни ребенка, это источник возмездия. То есть тот, кто меня любит, он же мне причиняет боль. И вы знаете, хуже всего в этой ситуации, что такая схема, она нарушает привязанность ребенка к родителю. А когда нет привязанности, тогда ребенок ничего не может научиться от вас, тогда вы не можете на него влиять. Это очень сильно психологически коверкает ребенка на всю жизнь. Поэтому, по моему мнению, это плохо, ребята. Следующий урок шлепков – это то, что причинять боль близкому человеку – это нормально, потому что вот мама, папа меня любят, и все равно они мне причиняют боль. То есть это нормально – причинять боль другому близкому человеку. К чему это может привести в семье, когда ваш ребенок уже будет, даже сложно себе представить. Следующая модель, которую мы учим, когда детей шлепаем – конфликты и проблемные ситуации решаются болью и страхом. То есть вот так вот решаются конфликты в жизни взрослой. Нет, нет, не решаются так конфликты. Этому нельзя учить детей. Никогда так конфликты не решатся. Следующий важный момент – шлепки, боль и страх, они не меняют мою внутреннюю сущность. Да, боль и страх могут меня временно ограничить, но я прекрасно понимаю, что придет момент, когда либо это будет уже последняя капля, и я психану там, и я не буду делать так, как меня стращали и заставляли делать. Либо я просто стану сильнее, и меня уже не смогут наказать, и я не буду этого делать. Поэтому помните про то, что шлепки не создают внутреннюю мотивацию. Это очень плохо. Следующий момент. Ребенок прекрасно понимает, что шлепки не помогают ему исправиться, потому что его пошлепали, он потом идет и делает то же самое, потому что он не научился чему-то, тому, чему должен был научиться, соответственно, самооценка ребенка падает. Родители не могут меня контролировать, я не могу измениться к лучшему, я плохой, меня нужно наказывать, у меня падает самооценка. Следующий момент. Бьют только меня, ни бабушку, ни маму, ни папу, только меня маленького бьют, значит, дети заслуживают негативного отношения, дети заслуживают унижения. Вот такой вот вывод. Следующий момент. Родитель, который шлепает ребенка, он буквально расписывается в своей беспомощности перед ребенком, потому что ничего другого, кроме как дать по попе, родитель не смог придумать, что сделать. Поэтому помните, когда вы открыто выражаете агрессию ребенку, когда вы лупите его, вы спускаетесь на первую ступеньку, а это значит, что у вас контроля очень-очень мало и дети это прекрасно понимают. Когда вы шлепаете ребенка, когда вы используете физическое наказание, эти действия идут в разрез с главными принципами позитивной дисциплины. Первое – это научить ребенка чему-то новому, новый навык привить и развить его мозг. Боль и страх не развивают мозг. И вы никак ребенка, которому страшно и больно, не можете научить ничему полезному. Поэтому я предлагаю вам отказаться от использования физических наказаний. Но это не значит, что будет безнаказанность. Я предлагаю использовать все инструменты позитивной дисциплины и особенно понять, почему границы, четкие границы и последствия лучше шлепков. Просто потому, что они работают лучше, понимаете? И они лучше выполняют свою роль. Помним, что боль и страх не способствуют тому, чтобы ребенок переключался с эмоционального мозга к высшей нервной системе, поэтому это не развивает мозг и ребенок не учится. Последствия же учат причинно-следственной связи. Я как-то поступил и я что-то получил. И дальше мне с этим надо как-то разобраться. То есть это уже обучающая ситуация очень серьезная. Дальше, совершенно разные последствия бывают в разных ситуациях, а значит учат разным моделям поведения, разным навыкам. И это хорошо. Следующий очень важный момент, хорошо продуманные последствия, они выстроены так, что родитель вне этого стоит. То есть от родителя не исходят угрозы. То есть ты потерял телефон, это ты потерял телефон. Ты не выучил уроки, значит ты не смотришь мультик. То есть родители, они вне этого находятся и получается, что от них не исходят угрозы и это очень важно. Когда есть границы, когда есть последствия, ребенок учится понимать, что не он плохой, а он поступает плохо. Что есть поступок, который нужно исправить и который можно исправить. Дальше, ребенок учится брать на себя ответственность за свой выбор, благодаря тому, что наступают определенные последствия. Правильно спланированные, созданные последствия не лишают ребенка любви родителей. И родители продолжают безусловно любить ребенка. И последствия, и правильные последствия, они не унижают ребенка. Нет унижения, есть только уважение. Последствия учат ребенка тому, как устроен этот мир, как здесь все работает. То есть мы готовим его к взрослой жизни. Когда ребенок понимает, где проходят границы, когда он сталкивается с определенными последствиями, он учится работать над собой, работать над своими действиями. Он растет, он становится более зрелым, потому что он работает над одной ситуацией, потом над другой ситуацией, потом на третьей ситуации, приобретает новые навыки. Вот посмотрите, насколько это более ценный опыт, чем просто, когда тебе дали по попе. Я прекрасно понимаю, что очень сложно многим из вас, особенно, я знаю, папам, сложно переключиться с физических наказаний даже на границы и последствия. Но просто подумайте, какие цели у нас есть, как у родителей. И еще раз посмотрите, я вам этот список даю в рабочей тетради, чему учат шлепки и почему последствия границы лучше. Посмотрите еще раз этот список и вы увидите, что шлепки не эффективны. Они не учат тому, на самом деле, чему мы хотим научить наших детей. Они не передают нашим детям то, что мы хотели бы их передать. Мы можем быть хорошими родителями, мало того, мы можем быть родителями-христианами, мы можем быть родителями, которые эффективно влияют на наших детей без физических наказаний. Это возможно, дорогие мои, я думаю, что на нашем тренинге вы увидели, как много из замечательных инструментов. Я знаю, что сложно отказаться от этого, но я знаю, что если вы как следует все это обдумаете, вы сможете принять верное решение. И вопрос вам сегодня. Подумайте, пожалуйста, если вы все еще шлепаете ребенка, в каких ситуациях это происходит, почему это происходит, что служит триггером, то есть, почему я, например, зная уже все о позитивной дисциплине, все равно продолжаю это делать. Благодаря этим вопросам вы поймете, где у вас есть слабые места, может быть где-то не наполнен источник сил, или где-то вы не успеваете подумать и вам нужно устранять себя из ситуации, либо есть какие-то проблемные на самом деле моменты в поведении ребенка, которым нужно уделить внимание, научить ребенка новому пройти с ним по какому-то алгоритму, для того, чтобы он чего-то научился. Проанализируйте, пожалуйста, если вы еще все-таки шлепаете, почему вы это шлепаете, в каких ситуациях и что служит причиной. Это поможет вам больше разобраться, как же можно улучшить вашу позитивную дисциплину для детей. Очень рекомендую вам взять вот даже этот листочек про шлепки и вот все листы рабочей тетради, которые были сегодня и расскажите об этом кому-то рядом. Перескажите, потому что когда вы пересказываете, вы сами лучше запоминаете и обсудите вот эти вот все листы, все задания, которые были на этой неделе с вашим партнером по воспитанию, но не обсудите, чтобы типа «ты должен меня понять, ты должен срочно поменять свое отношение». Нет! Обсудите, узнайте, что ваш партнер по воспитанию думает об этом. Если он с вами не согласен, спрашивайте его «Расскажи мне больше, объясни мне, я хочу тебя услышать, я хочу тебя понять, я хочу понять, почему для тебя это сложно, почему для тебя это необходимо, почему для тебя это важно. Постарайтесь услышать друг друга, если вы услышите вашего партнера, то гораздо больше шансов, что он захочет услышать вас. Я желаю вам успехов и до встречи в понедельник на новом блоке. В правом нижнем углу экрана вы видите ссылку, вам нужно по ней кликнуть, тогда вы попадете на мой сайт, чтобы узнать больше о листе. кликайте по этой ссылке прямо сейчас и скачивайте лист. Кликайте скорее, мне уже не терпится поделиться с вами этим листом. Приятного аппетита!